Друзья, и снова здравствуйте! Я рада приветствовать вас у себя на кухне. И сегодня вашему вниманию предложу рецепт приготовления тирамису. Это, наверное, самый вкусный, простой в приготовлении, идеальный торт-десерт. И предложу вам немножко удешевленный вариант. Итак, берем сливки, добавляем сахарную пудру и взбиваем. Вместо сливок можно использовать хорошую домашнюю сметану. И посмотрите, какой хороший крем у нас получился. К желткам добавляем сахарную пудру, немножечко перемешиваем и отправляем на паровую баню. Взбиваем до тех пор, пока желток не посветлеет. На этом этапе снимаем из паровой бани и взбиваем до тех пор, пока масса не остынет полностью. И в эту смесь добавляем маскарпоне. Маскарпоне я использую домашнего приготовления. Как его приготовить, я оставлю ссылочку в описании под этим видео. Взбиваем и сырная масса у нас готова. Вводим часть сливок. Перемешиваем. И теперь наоборот. Яичную массу вводим в сливки и снова-таки перемешиваем. И вот в итоге крем для нашего торта готов. Он получается неимоверно вкусным, очень нежным. Кстати, если вы хотите, чтобы у вас крем получился не настолько жирным, вместо сливок можно взбивать белки до крутых пиков. К крепкому кофе я добавляю 2 столовые ложки коньяку или ликера, что у кого есть. Перемешиваем и можем формировать торт. Я тортик формирую вот такой вот в форме. Дно блюда смазываем с кремом. Дальше печенье с авоярди я опускаю в кофе на 2-3 секунды. Печенье я использую магазинное, но его тоже очень просто приготовить в домашних условиях. Думаю, в скором времени и это видео будет у меня на канале. Накрываем все кремом. И второй слой печенек. Сверху я покрываю тонким слоем крема. И с оставшегося крема я делаю вот такие вот пики, так красивее и наряднее. Так как этот торт я готовлю на праздничный стол, нужно сделать красиво. Сверху нужно обильно посыпать горьким какао. И отправляем всю эту красоту в холодильник на 3-4 часа. Кстати, точный рецепт приготовления, как всегда, будет в описании под этим видео. А на второй день этот тортик еще вкуснее. И вот в итоге, посмотрите, какая красота у нас получилась. Это очень ароматно, нежно и очень вкусно. Посмотрите, насколько все хорошо пропиталось. Все настолько нежно. Обалдеть просто, какой это вкус. Я вам скажу, что этот тортик ничем не уступает тем, которые я пробовала в ресторанах, в кафе в нашем городе. Ну что ж, друзья. Вот в итоге, просто быстро, в домашних условиях мы приготовили изысканный итальянский десерт. Ну что ж, мои дорогие, вот такой вот рецепт. Я уверена, он вам понравился. Если же так, подписывайтесь на мой канал, ставьте пальчики вверх. Я буду очень рада до новых встреч. Всем пока и приятного вам аппетита!